Доброе утро всем! Я очень рад, что вы смогли оторваться от кофеварки. Я от нее оторвался с большим трудом. В Днепропетровске явно больше повезло с погодой, поэтому вам вдвойне спасибо, что вы сегодня смогли прорваться через питерский дождик. Меня действительно зовут Дмитрий Багров. Я действительно занимаюсь нашим развитием. У следов же не будет. Это же просто скотч. Это даже не двойной скотч. Мне выпала то ли честь, то ли не честь открыть эту конференцию. Владу, в этот зал позови, пожалуйста. Я вообще небольшой фанат Powerpoint презентации, поэтому у меня она, конечно, есть, но в ней целых три слайда. Поэтому вы не удивляйтесь. Собственно, поговорить я хотел для затравки, хотел поговорить про то, что из себя представляет IT. Конференция называется «IT нон-стоп». Про нон-стоп я сейчас говорить не готов, потому что я еще не проснулся. Про IT, тем не менее, как человек, проработавший в этой области достаточно долго, я могу говорить в любом состоянии. Что такое IT? IT – это информационные технологии. IT – это область, которая появилась достаточно недавно. Это индустрия, которая фактически сформировалась как индустрия, сформировалась где-то, наверное, за последние 20-30 лет. Вот, собственно, я нарисовал вот такую прекрасную картинку. Вы можете по ней судить о глубине и широте моих художественных познаний. Что такое IT? IT изначально было неким сообществом людей, которые… Они были очень умные, они занимались наукой, они занимались чем-то таким, что простому смертному было совершенно непонятно. Если вспомнить Стругацких, если вспомнить «Понедельник начинается в субботу», то совершенно не просто так Александр Привалов работал в прекрасном институте под названием «Ничего», да? И если туда еще намешать Кларка с его незабвенным высказыванием о том, что любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии, сразу становится понятно, как воспринимал обычный народ, как он воспринимал нашего брата еще где-то, я не знаю, 20-30 лет назад. Это были такие шутки в очках. Это я не про себя. Были люди в очках, которые занимались чем-то таким, что было, в общем, очень сродни магии, колдовску, волшебству. Вот что-то такое появлялось. Это создавало определенную элитарность, это создавало определенное чувство мастовости. Многие из нас, я так подозреваю, 239, 30-ка, 45-ый, университет, Бонч. Я довольно старый, поэтому я уже не помню, что там сейчас самое лучшее. Но, тем не менее, я уверен, что все те учреждения, которые сейчас выпускают IT-специалистов, они все так или иначе говорят о том, что это элитное учебное заведение. То есть, вот у нас появляется некая такая слева, появляется такая некая область, которая вот элита, да, кастовость такая, наука, условно ее назовем, теория. Потом стало появляться все больше и больше людей, которых я, не мудрствуя лукаво, в середине оборвал IT-пипл. Это мы с вами. Я не хочу обидеть тех из нас, кто, я точно знаю, занимается очень много теоретической математикой и наукой, около лежащей. Но, тем не менее, я думаю, что большинство из нас, это все-таки айтишники в стандартном понимании этого слова. Мы что-то делаем, мы что-то пишем, в этом что-то находят баги наши же коллеги, мы с ними ругаемся, наши начальники к нам приходят, и мы с ними тоже ругаемся, и так далее, и так далее. А вот что стало происходить за последние несколько, мне кажется, ну, наверное, 8-10 лет, это то, что в IT-индустрии стали появляться все больше и больше людей, которые пришли, на самом деле, вот не слева, да, не из науки, не из теории, у них не математическое образование, не естественно научное, не физическое, химическое. Это пользователи. Или, как говорил мой петерлинг, и пользователи. Это люди, которые, собственно, пользуются всеми теми продуктами, которые мы, вот, собственно, породили. И, как любой пользователь, ему всегда кажется, что то, чем он пользуется, это же очень просто. Да, ну вот, на самом деле, все же очень просто, да. Чего может быть проще, чем организовать конференцию? Я понимаю, что люди с безумными глазами и жетончиками организатора, они со мной не согласятся, и я, в принципе, знаю, что это не так, потому что я женат на ивент-менеджере уже 10 лет. Она бы меня убила, однозначно, за такие слова. Но, тем не менее, все, чего мы не знаем, это все очень просто. А если это очень просто, значит, можно требовать чего-то такого, чего вот везде есть, а у вас почему нет? Мой любимый пример в этой области – это ситуация с мобильным банкингом, с онлайн-банкингом. Вот поднимите руки, пожалуйста, кто из вас за последнюю неделю был в отделении банка? Вот именно в отделении, с людьми, с окошечками. Сбербанк – это тоже банк. Ну, в общем, неподавляющее большинство. А кто из вас пользовался онлайн-банкингом или мобильным банкингом, чтобы что-то сделать? Мне такая демократия очень нравится. Значительно больше. Банки это отлично понимают. Они отлично понимают, что поколение людей, которые привыкли ногами ходить к операционисту и что-то делать, оно уже не основной их клиент. Все больше и больше появляется тех, кто привык это делать, не отходя от компьютера, привык это делать на ходу с телефона. Я не знаю, там, с часов еще, по-моему, ничего нельзя делать, но уже наверняка скоро придумают. Что делают банки? Банки – организации, которые существуют очень давно. Они обладают огромной инерцией мышления. Они при этом обладают огромными запасами маржи. Я не собираюсь здесь проводить какие-то либертальянские речи, но я вам точно могу сказать, что маржа у банков, она очень большая. Они могут себе позволить валять дурака. Чем они успешно и занимаются? Я не могу сказать, к сожалению, за Россию, потому что я немножко отстал в этой области. Но в Англии, например, есть только ровно один банк, у которого более-менее вменяемый мобильный клиент. И более того, люди, которые этого мобильного клиента делали, они точно держали в руках айфон. Все остальные… Ну, я не знаю, что они держали в руках. Для смешанного общества мои предположения не подходят, к сожалению. Что делали остальные банки? Они нанимали людей, которые сделали приличное приложение, и говорили, давайте вы сделаете вот это все сами. Это же очень просто, вы же один раз это сделали. Только мы вам не дадим делать то, что вы считаете нужным, мы вам скажем, что нужно сделать. И в этом проявляется, собственно, как раз пользователь. Ну, это же очень просто. Если кто-то из вас… Я уверен, что многие из вас знают, что такое Top Gear и незабвенный Джереми Кларксон. У него любимая фраза «How hard can it be?» Ну, насколько это может быть тяжело? Ну, просто же сбацать мобильное приложение. Вот они и бацают. Я могу интересующимся потом показать, как это выглядит. Выглядит это не очень приятно. Собственно, к чему я это все говорю, да? Я начал с того, что сказал, что такое информационные технологии и кто этим всем занимается. Всем этим занимаемся мы. Но мы сейчас живем в таком мире, в котором нам так или иначе приходится взаимодействовать не только с теми, с кем мы привыкли работать, да, но еще и с огромным количеством людей, которые работают с нашими продуктами. Мы, как IT-индустрия, породили такое количество продукции, продуктов, все, что мы вокруг видим, оно так или иначе связано с IT, что нам уже никуда не деться от того, что нас воспринимают в определенной степени как сервисную индустрию. Ну вот вы же ожидаете от пылесоса, что он будет работать, да? Если он не работает, вы его относите и ругаетесь. Точно так же люди относятся к программным продуктам. Ну вот вы же мне продали что-то, оно должно делать вот это. Почему оно не делает? Почему оно делает это неудобно? Почему у Маши из соседнего отдела интерфейсик красивенький, а у меня он вот такой кривой? Мне все равно, что он делает гораздо больше. Я хочу, чтобы он делал удобно. И вот это на самом деле очень интересный момент, который появился буквально за последние 8-10 лет. Пользователи, люди, которые пользуются нашими продуктами, стали оказывать очень сильное влияние на то, как эти продукты выглядят. Прошли те времена, когда можно было спрятаться за ореолом магии, колдовства и сказать, ну, слушайте, вы простые смертные, вы все равно ничего этого не понимаете. Нам теперь приходится делать вещи, которые и выглядят красиво, и пользоваться ими удобно, и работают они так, как, в общем, рекламируются. Как это сделать? Как этого добиться? Если бы я знал рецепт, который стопроцентно валиден, я бы, наверное, сидел не здесь, а где-нибудь на Гавайях. Но я его, наверное, все-таки знаю. Я могу представить только единственный рецепт, как этого можно сделать. Нужно побольше общаться друг с другом. Среди нас очень много людей, которые пришли именно вот с правой стороны. Среди нас очень много людей, которые пришли из бизнеса, которые принесли в IT-технологии, принесли точку зрения бизнеса, а зачем все это нужно? Мне, как айтишнику, мне, как человеку с компьютерным образованием, очень часто хочется сказать, что это просто красиво. Но я в такие минуты очень сильно себе начинаю напоминать, дай бог памяти, по-моему, Энрико Ферми, который на атомный взрыв сказал, какая это прекрасная физика. Масштабы, конечно, несравнимы, где я и где атомный взрыв. Но, тем не менее, логика, она очень похожа. Мы это все делаем зачем-то, мы это все делаем для людей. Как сделать так, чтобы людям было приятно пользоваться? Нужно их слушать. Как их слушать? Ну, давайте начнем с того, чтобы слушать и общаться друг с другом. Собственно, сегодняшняя конференция, она именно для этого. Именно для того, чтобы дать нам возможности, платформу, поговорить друг с другом, обсудить какие-то вещи, обсудить какие-то проблемы, которые, может быть, между собой вы уже 30 раз обсудили, но человек, который пришел с другой стороны, он вам даст совершенно новый угол зрения на эти проблемы. Мой вам совет, если вы программист, такой вот настоящий программист, да, с клавиатурой в зубах, сходите на менеджерскую секцию. Вы узнаете массу нового. Аналогичный совет менеджерам, если у вас есть желание послушать людей, которым так и приходится делать то, что вы им говорите, сходите на какую-нибудь секцию с очень техническим названием, там, не знаю, про какой-нибудь блокчейн или там еще про что-нибудь, послушайте, вы поймете, с чем приходится иметь дело тем людям, которыми вы руководите. Это все очень полезно. Ну и, собственно, я обещал, что у меня будет три слайда. Вот он, третий слайд, пожалуйста. Даже есть четвертый и пятый. Времени у нас осталось, как раз, мне кажется, для вопросов и даже, может быть, для ответов. Вопросы? Я знаю, что на первом выступлении вопросов вообще практически никогда не бывает. А все-таки, если сравнить десктоп, веб и мобиль, если мы говорим все-таки про ТЭС? Ну, я тебя слышу. Я умею. Я думаю, что ты один слышал, я не верю, значит, посвязан. А в смысле десктоп, веб, мобильный? Ну, вот есть пакетик, смотрите, то есть, интенсация, у нас с отелями меняется, есть какая-то... В определенных руках интенсация сейчас все уходит в мобильное, даже если веб уходит в мобильное, откуда еще не проходит, а уходит глубокая клиника и так далее. А старый десктоп вообще кому-то еще нужен? Вот по вашему вопросу, опять же, по самому великобританскому обычаю. Я бы не сказал, честно говоря, что все, что веб уходит. Мне кажется, он просто трансформируется. Это, на самом деле, очень хорошая иллюстрация того, что я говорил, что вопрос удобства, а именно влияния пользователей, которые они оказывают, вопрос удобства становится все более и более важным. Почему это все? Можно порассуждать на тему, что оно действительно куда-то уходит или не уходит, а можно задаться вопросом, почему это вообще все происходит. Ну, потому что телефоны стали значительно удобнее. Они получили доступ к значительно большей процессной мощности. Apple придумал iPad, создал практически целую новую нишу таблеток и им подобных. Появились умные часы, и стало понятно, что, в общем, это, скорее всего, решение, которое по-прежнему все еще ищет проблему. Потому что вот как-то... Я, например, Apple Watch покупал целых три раза, и все три раза вернул его обратно в магазин. По той простой причине, что я так и не смог понять, нафига мне это нужно? Я, ну, как бы... А вот что я буду с этим делать? То есть сначала у меня был компьютер, потом компьютер стал лэптопом, и я его стал смог носить с собой. Ну, условно носить с собой, потому что первый мой лэптоп был Dell Experon, который весил 9 килограмм. Причем я его сам купил. Никто не заставлял. Потом появились смартфоны, стало значительно удобнее. То есть очень многие вещи, по крайней мере, почта, она практически полностью может быть обслужена со смартфона. Часы. Вот что я... Это что? Это ленивчик для моего телефона, а телефон – это ленивчик для моего телевизора. То есть, в принципе, я могу превратиться вот в этих вот толстых людей, которые в Волли были, и мне не хватает только креслица еще ездить. Не знаю, но с моей точки зрения, надо смотреть не на то, куда это все мигрирует, а на то, чем, собственно, люди занимаются. Вот, например, мобильный банкинг, почему он стал мобильным? Да, почему банкинг мигрировал в мобильные, вот, в носимые устройства? Да это просто удобнее, потому что у тебя рабочий день с 9 до 5, ну, или там с 12 до 9, у кого как. Ну, вот когда ты пойдешь, да, в банк, тебе нужно пойти туда, отстоять очередь, там эти все формочки. Я при этом уверен, что, в общем, в России все то же самое. В Англии, поверьте мне, все еще хуже, потому что там все еще непонятнее. Что-то там заполнить, какие-то вот там, вот там чековая книжка. Вы когда-нибудь держали в руках чековую книжку? Я держал ровно 5 минут. Я так и не понял, что с ней делать. Я должен что-то там написать, что я кому-то готов подарить деньги. И он потом с этим пойдет в банк и положит эти деньги себе на счет. Ну, вот мне проще ему перевести напрямую эти деньги. Это вопрос удобства. В свое время же, собственно, почему появились лаптопы, да? Об этом мало кто вспоминает, но лаптопы появились почему? Потому что удобные. Ты его взял под мышку и пошел. Телефоны мобильные, это, в принципе, все из той же серии. В Англии есть один интересный банк, называется он First Direct. Он себя позиционирует как банк без отделений. Вообще без отделений. У них нету никаких отделений нигде. У них есть только интернет-банкинг, и у них есть только телефонная поддержка. Телефонная поддержка у них действительно работает. Там берут трубку на первом звонке. Когда привык к тому, что ты набираешь номер и ждешь по 15-20 минут под приятную музычку и слова о том, что ваш звонок очень важен для нас, когда тебе через один гудок отвечает человек, у меня была паника. Я положил трубку сразу. Я не понял, что с этим делаю. Я еще не готов. Подождите. Они очень удачную нишу заняли. Они прицелились в ту аудиторию, которая уже не очень хочет ходить по банкам, по отделениям, по физическим, но все еще очень высоко ценит возможность поговорить. То есть это поколение, наверное, 45-50+. Они уже достаточно вовлечены в современные технологии, чтобы не хотеть куда-то ходить ногами. Они видят, как это все делается. Но при этом они по-прежнему хотят какого-то человеческого общения. Это еще очень заметно, на самом деле, по тревел-индустрии. Вот в тревел-индустрии где-то 7 лет назад мы проводили в Лондоне круглый стол, на который позвали Expedia, Booking.com и, по-моему, один стартап, который был просто стартап, я уже даже не помню, как он называется. И там было два представителя из классических турагентств, которые с большими отделениями, которые... Турфирма Нева, по-моему, уже все, да, ее больше нет. Ну вот как турфирма Нева, когда она была. То есть когда много отделений, там сидит много людей, они вот тебе продают путевки. Я помню, что люди, которые из турагентств, они с пены у рта доказывали, что нет, ничего подобного. Но все эти Expedia и Booking, они все помрут, потому что люди хотят разговаривать с людьми. Ну, в общем, не прошло и 6 лет, как турагентства эти обзавелись благополучно мобильными сайтами и обычными сайтами и продают свои путевки и туры через ту же Expedia и тот же Booking. У меня осталось 5 минут. Это время на еще один вопрос. Работает. Работает. Вы знаете, мне совсем ничего не понятно, к сожалению. Вы говорите о подсекречном дизайне, про то, что можно сушить пользоваться, и по поводу, если у меня слышат точку зрения, что иногда получается так, что даже слушают по поводу, если у вас есть то, что они говорят, а мы всегда отражаем на такой и по поводу, если у вас очень хорошо подобны, если у вас возможно сделать, то, что они не ожидают, но поймут позже о том, что именно это им действительно было нужно. Какова ваша точка зрения на такую точку зрения? Спасибо. Спасибо. Это очень прекрасное слово, антропоцентричный дизайн. Оно у меня вызывает сразу ассоциации с Дарвином, там еще с кем-нибудь. Просто есть, на мой взгляд, есть очень большая разница между слушать пользователей и делать ровно то, что они говорят. Между этими двумя вещами отсутствует один очень важный шаг с моей точки зрения, а именно понять, почему они говорят то, что они говорят. Очень часто пользователи, например, говорят, я хочу, чтобы, ну, я упрощаю, конечно, но они говорят, я хочу, чтобы вот эта кнопочка была красного цвета. Ну, красного цвета, да, ну, окей, хорошо. Почему красного-то, собственно? Ну, потому что красный цвет, он будет заметнее. Опять же, я упрощаю очень сильно. Но причина, почему они просят сделать именно эту кнопочку именно этим цветом, она, в общем, простая. Просто эта кнопочка, она важная, а запихнута куда-то там вот в правый верхний угол интерфейса. И на самом деле, то, что им нужно, это немножко переколбасить интерфейс и сделать так, чтобы вещи, которые важные и нужные, они были где-то вот поближе к области, которая более заметна. С моей точки зрения, да, пользователей слушать нужно, но это, знаете, это как с детьми. Нужно слушать, что они тебе говорят, но совершенно не обязательно разрешать им все, что они просят. Нужно смотреть, а почему они, собственно, это просят? Вот ребенок просит у тебя включить ему мультики. Не надо ему сразу включать мультики. Может, ему просто скучно стало с машинкой играться. Пойди покатайся на велосипеде или, не знаю, почитай ему что-нибудь. То есть, то, что люди говорят, это сигнал о том, что у меня осталось ровно три минуты. То, что люди говорят и то, что они на самом деле хотят получить, это такие две большие разницы, что я даже не берусь между ними посчитать дистанцию. Все вроде бы, да, повременно у нас. Три минуты осталось. Есть время на еще один вопрос. Давайте, давайте, просыпайтесь, просыпайтесь. Там дальше будет гораздо интереснее, чем то, что я рассказываю. Я рассказываю очень общие слова по той простой причине, что с утра говорить что-то конкретное вообще доктора не разрешают. Ну, тогда спасибо.